Книга открытым оком тема священства том 7 вопрос 1893 в апостольские времена тоже избирали руководителей но по качествам совсем совсем не тем что у пустынников не по иноческим подвигам а по жизни по евангелию по силе проповеди учительству почему так изменилась шкала требований отвечает Игнатий Тихонович Хлапкин не устаю повторять что развитие церкви пошло совсем по иному пути чем указано Христом стали искать свой путь путь самости своих трудов послание римлянам 10 2 4 ибо свидетельствую им что имеют ревность по боге но не по рассуждению ибо не разумея праведности божией и усиливаясь поставить собственную праведность они не покорились праведности божией римлянам 11 6 но если по благодати то не по делам иначе благодать не было бы уже благодатью а если по делам то это уже не благодать иначе дело не есть уже дело придумали иначество монашество схему и прочие звания как у иеговистов или у казаков 1 тимофею 3 2 но епископ должен быть непорочен одной жены муж трезв целомудрен благочинен честен странолюбив учителен кто знает писание те видят это сразу же а кто доверился монахом они намертво все что не по послушанию не восприимут вот что стали ценить прозорливость чудотворчество пощения по этим качествам и по послушанию наставнику воспитывали и потом из таких ставили в руководители в игумены в епископы умение приобретать души в миру было забыто мирскую грамоту отвергли совсем и потому с мирскими и не могли успешно трудиться приобретать новые души для христа да в этом и не нуждались поисий великий 19 июня память когда я по временам сидел у преподобного поисия пишет блаженный иоанн колов приходили к нему некоторые иноки желая слышать от него полезное для их души слова и при этом часто просили его поведая нам отче о нашем спасении как мы должны жить для господа стали же на это говорил им соблюдайте заповеди божии и сохраняйте отеческие предания и в другой раз иноки просили его скажи нам очень что-нибудь и еще на пользу наших душ божественный же муж видя прозорливыми очами своими помышления их каждому сказал то об чем он думал и при этом поведал им какие из помышления их благи и каковые порочны и отчего эти помыслы пришли к ним на сердце иноки эти весьма удивляясь прозорливости старца сказали мне повествует иоанн колов наедине поистине отче иоанн авва поисий открыл нам все тайны сердец наших это что одному только богу было известно он ясно это видел у нас житие святого венедикта память 14 марта он счел все это за траву и сохшую вместе со своими цветами светские науки того времени он стал изучать в риме но видя в этих языческих школах множество развращенных как они живут по своим страстным похотям он удалился оттуда боясь как бы и из-за малого книжного обучения не погубить великого разума своей души и развратившись с людьми порочными не впасть в пропасть греховную и так он вышел из школ ненаученным мудрецом и разумным невеждой и презрел внешнее любомудрия дабы сохранить внутреннее целомудрие житие святого памвы память 18 июля на пути старец несколькими братьями увидел сидящих мирян которые не обращали внимание на проходивших иноков памва сказал этим мирянам встаньте и приветствуйте монахов с почтением чтобы получить от них благословение они часто беседуют с богом и устая их священны житие святого пантелеймона память 27 июля с этого дня пантелеон каждый день приходил к старцу и наслаждался его богодухновенными беседами укрепляясь в познании истинного бога и когда он возвращался от своего учителя ефросиана то не раньше приходил домой как посетив старца и приняв от него душеполезные наставления встаньте